Этот порог как машина времени. Переступив его, оказываешься в 1967 году. Из бобиных магнитофонов звучат бардовские песни, а на фото Владимир Высоцкий, поющий на сцене Куйбышевского дворца спорта. Такое путешествие в эпоху оттепель снова стало возможно благодаря открытию после ремонта музея Владимира Высоцкого. В конце декабря в здании лопнули трубы. Под угрозой исчезновения оказались порядка ста уникальных фотоматериалов. Пострадала и жемчужина коллекции, инструмент, на котором играл Владимир Семенович. На призыв о помощи моментально откликнулись городские власти, расположенные по соседству Самарская газета и представители региональной общественной палаты. За два месяца помещение отремонтировали, а экспонатам вернули первоначальный вид. Вот гитара, на которой играл Высоцкий, которая была покороблена, здесь было все отслойно, от пары, от горячего. Ее установили. Вот гитаремастер ее сделал. На полу, как вы видите, ламинат, практически, как я говорю, технические подробности. Двесной потолок. Ребята помогали нам без фотографии. Именно так, как должно быть. Мы, конечно же, не могли остаться равнодушными. И, можно сказать, с благословения главы города Елены Владимировны Лапушкиной мы взялись своими силами восстанавливать. Самая, наверное, ответственная работа и важная была, это именно по восстановлению экспозиции музея. Мы все старались, как могли, поддерживали. Здесь прозвучавшие слова благодарности в адрес Елены Лапушкиной я, как представитель нашей общественной палаты региона, полностью поддерживаю. Потому что получается, что юбилейный для ГМК 62 год, 60 лет мы в этом году отмечаем, несмотря на то, что произошло, мы смогли консолидироваться. И то, что у нас снова появился такой замечательный музей, который сюда привлекает большое количество гостей нашей столицы, это, конечно, должно было случиться. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.